Кто сказал, что мужчины не любят сладкое? Развенчаем мифы по статистике, 60% представителей сильного пола не откажутся от кусочка торта или шоколадных конфет. Потому на 23 февраля вполне можно подарить что-нибудь сладенькое. Но не банальную коробку конфет из соседнего супермаркета, а например вкусные танки, звезды или флаги. Мужчины тоже любят сладости. Они хотят их удивить и делают им такие маленькие комплименты по праздникам и без. В виде таких открыток, либо прянички, либо макаронсы. Вот такие сладкие открытки кондитер Наталья предлагает в подарок мужчинам. Их она сделала уже целую дюжину. Уверена, красивый и оригинальный сувенир придется по душе риутовчанам. Если же ваш защитник к сладкому равнодушен, у нас есть еще одно предложение. От него уж точно никто никогда не откажется. И это массаж. Массаж, особенно тайский, не только удовольствие. Это еще и польза для организма. Улучшает кровообращение, мышцы приводит в тонус и настроение мгновенно делает хорошим. Мне, если бы девушка подарила такой сертификат, я был бы абсолютно счастлив. Ну и дополнить выбранный вами подарок вполне можно букетом. Да, вы не ослышались, мужчинам тоже дарят цветы. Брутальность такой композиции придадут овощи и фрукты. Например, розы и хризантемы отлично дополнить лайм и перец чили. Лично я с подарком на 23 февраля уже определилась. А вот что рютовчанки будут дарить своим мужчинам, сейчас узнаем. Добрый день, скажите. А что будете дарить своему мужчине, да? Второго ребенка. Туилетную воду. Наверное, закажу в бокс, там сюрприз-бокс. Деньгами. Думали, что будете на 23-м дарить мужчину? Не, у нас праздник 14 января. А что могут пенсионеры дарить? По минимуму, но с душой. Я сегодня поеду в свой родной город, там посмотрю, пока не знаю. Отеколон, как всегда. Это военная тайна. Себя. Я мужу, золотые часы, не знаю кто что. Я мужу, золотые часы, не знаю кто что.